С 1860 года завод товарищества русско-американской резиновой мануфактуры под названием Треугольник занимался производством разнообразных изделий из искусственной и натуральной резины. И делал это так хорошо, что даже получил право маркировать продукцию гербом Российской империи. Конечно, легендарный завод Треугольник из Санкт-Петербурга не имеет никакого отношения к тому Треугольнику, о котором пойдет речь сегодня. Да, это снова премьера в нашем блоге, хотя, казалось бы, за 40 лет существования фирмы уже могли бы успеть, однако, впервые у нас на экране акустика фирмы Триангл. Кстати говоря, Триангл это же явно английская транскрипция названия, ведь по-французски как-то по-другому должно произноситься. Акустика-то французская, если кто знает, как правильно говорить, это Триангл. Напишите в комментах. На самом деле, название это хорошо должно быть знакомо, так сказать, старым аудиофилам, потому что лет 15-20 назад Триангл у нас был очень известен и имел такую солиднейшую репутацию, абсолютно такой классической аудиофильской, изысканной штуки, что, кстати говоря, правда. Последние годы, однако, он как-то исчез с радаров. Я тысячу лет уже не встречал колорки Триангл, нигде ни в каких магазинах, и вообще они не попадались. Я грешным делом думал, что уж не накрылась ли фирма совсем, ну, как и многие вполне легендарные конторы в этом жестоком 21 веке. А нет, понимаете, Триангл на самом деле жив-здоров и даже, я бы сказал, процветает. Видимо, это была чисто русская закавыка, потому что в мире с Трианглом все в порядке. И конкретно вот эти вот колонки, ребята, в этом сезоне получили, да, от моих любимых коллег из Международной ассоциации экспертов по картинке и звукам. Айза, моя любимая, да. Они получили приз как лучшие кинотеатральные колонки в этом самом году, 2020-2021, в этом сезоне. Эта штука называется Триангл Борея 0.9. И это флагманская напольная акустика в линейке Борея, а линейка это вторая снизу в актуальной линейке фирмы Триангл. То есть, по большому счету, это доступная акустика. Эта флагманская модель, она стоит 100 с чем-то тысяч рублей. А, кстати говоря, младший полочник в этом модельном ряду, он стоит что-то там типа 30, да. То есть, это глобально доступные колонки, причем с прекрасным провинансом, да, от классической аудиофильской французской фирмы. Да, надо, наверное, все-таки про него сказать немного. Итак, конторе 40 лет, они, по-моему, как раз там вот ровно в 80-м году или что-то около этого сделали свои первые колонки. И это такие вполне себе упоротые последователи сурового хай-фая, потому что, значит, сидят они в Суассоне во Франции и абсолютно заморочены на том, что делают. Все динамики абсолютно свои, вся конструкция, как это называется, проприетарная. И, конечно, абсолютно свой подход к звуку и характеру звучания, который они пестуют и который они, естественно, сохраняют во всех своих колонках. Как я выяснил сейчас, послушав Триангл впервые за, мне кажется, последние 10 лет. И еще раз, люди не последние, просто оцените, значит, кто у них сейчас работает амбассадором, амбассадором Триангл. Кто слушает колонки Триангл? Это, друзья мои, например, я бы сказал, без сомнения или как-то без скидки, великий джазовый скрипач Жан-Люк Понти. Если вы вдруг не знаете, человек, который еще в 60-е играл с модерн-джаз-квартетом, потом играл с Заппой, записывал партии для альбома Фелтона Джона, с Чиком Кореей играл. Если честно, я не уверен, что вообще есть более знаменитый джазовый скрипач, в принципе, на планете Земля, да? И вот под таким углом зрения уже вес марки Триангл в музыкальном мире, да, он как-то ощущается гораздо более отчетливо, правда? Окей, попробуем перейти, наконец-то, к нашим героям. Итак, Борея. Нет, не получится. Опять надо найти начало немножечко раньше, потому что все-таки о звуке Триангл. Как только я начинаю думать о том, какой характер у этих колонок, я сразу ловлю себя на мысль, что чувак, ну, типа, что не видел, то ты рассказываешь про то, что колонки быстрые, острые, легкие, типа, что, они все одинаковые, что ли? Ну, на самом деле, парни, дело в том, что снимают я все-таки про то, что мне нравится, а нравятся мне именно такие колонки. И вот Триангл тоже такой. Короче, концепция Триангла, она состоит в том, что они стараются делать максимально чувствительную и легкую в раскачке акустику с быстродействующими, да, быстродействующими драйверами, так правильно говорить, которая будет давать максимум макро- и микродинамики. Поэтому, вот, скажем, Твиттер у них в их классической серии, например, Esprit, которая, вот, собственно говоря, имела легендарный статус у нас в России в одно время, там прямо рупорная динамика, насколько я знаю, ну, и в топовых тоже там рупор, рупорок, скажем так. Причем, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь, но там чуть ли не компрессионник за ним стоит. В Боре рупора, собственно говоря, нету, но здесь все равно полновод, да, и у них, то есть, концепция все равно так или иначе такая же примерно. Дальше драйверы, они тоже стараются делать их максимально легкими, значит, три, понимаете, басовика, колонка трехполосная, три басовика абсолютно полноценные, там не пассивные радиаторы, они прям, каждый работает, все в одном диапазоне, из стекловолокна, тоже суперлегкие. Но, ребята, среднечастотник это просто отдельная песня. Во-первых, друзья, посмотрите, беленький, да, он, блин, это лист бумаги. Вот я не знаю, как ватман, он и ощущается. И они прямо и пишут, ребят, мы используем чистую целлюлозу, ну, то есть, бумагу, в буквальном смысле слова, без малейших примесей и пропиток. То есть, вот абсолютно правоверная, святая наша матушка бумага. Вот она здесь, ой, прямо, вообще удивительно. И, зацените подвес, потому что это тканый, понимаете, такой недлинноходный подвес, ну, абсолютно классический. Например, у меня в Тоное вот так же устроено все. Причем так делаются среднечастотники во всех линейках Триангла. У них такая концепция, бумажечка, вот этот вот тканый подвес, гофрированный. То есть, это абсолютно проверенная, очень традиционная, классическая такая в строении акустики технология, которая, на самом деле, ну, как, ортодоксальная. И, по-своему, очень такая правильная, знаете. Я вот, когда смотрю на эту штуку, я не обратил внимания, когда заочно там картинки смотрел в интернете этих колонок. Приехал, смотрю, блин, вот сразу внушает. Вот у меня, в принципе, технология, технология, да. То есть, опять же, я говорю, что смысл не в том, чтобы вот она была именно такая, а в том, что как ее правильно сделать. Но все равно, вот я смотрю, как это сделано. И сразу вот я преисполняюсь какой-то теплоты и симпатии, блин, к этим колонкам. При этом девятка, это изрядно большая колонка. Потому что, ну, они не очень толстые, к счастью, но они довольно глубокие. Самое главное, они высокие, изрядные высоты. То есть, если вы сидите там на диване или в кресле, то даже у вас на уровне среднечастотника будет голова. Это прямо вот у них хорошо все. При этом фазоинвектор у них, хотя и тоже здоровенный, да, но смотрит вперед. Поэтому глобально у них не должно быть проблем с размещением в комнате. И, собственно говоря, мои эксперименты по расстановке акустики этой в нашем тесте, они говорят о том, что вот когда они стоят далеко от стены, вообще бас очень-очень, скажем так, скромный. Вот, поэтому они хорошо будут работать, вполне полноценно, и не перегружать комнату, если вы их придвинете достаточно близко к задней стенке. Это вообще очень хорошо, потому что такой габаритный напольник, про который, кстати, написано в описании, что он все-таки для помещений от 30 метров. Безусловно, он их накроет звуком без проблем. Но я так думаю, что и в достаточно небольших комнатах вот эта как раз колонка, она будет очень уместна, потому что она не будет давать перегрузку по басу. Она в этом смысле, в смысле расстановки в помещении, гораздо более дружелюбна, чем, наверное, большинство акустических систем такого размера. При всем при этом у них чувствительность 92 дБ. Ну, то есть, я не знаю, клепши прям рупорные вот на этом же уровне показателей. И что мне понравилось, они честно пишут не некий усредненный вот этот номинальный импеданс, да, там у нас 6 Ом, у нас 8 Ом, 4 Ома. Нет, они пишут минимальный импеданс 3,3 Ома. Я так понимаю, что все-таки кривая импеданс там не очень страшная, потому что для усилителя они неожиданно оказываются нагрузкой очень легкой. Ну, собственно говоря, в этом концепции. Сейчас я вам покажу вот что. Посмотрите на этого вот малыша. Что вы думаете это такое? Это, блин, интегрированный усилитель с цифронологовым преобразователем и фонокорректором на борту. Project, как он называется, Maya. В классе D, конечно. Ну, посмотрите на этого малыша. Вот с этими напольниками идеально вообще работает. Просто вдувает им, и они прям поют с ним. Сам обалдел. С лампой, ребята, вы видели, да, у нас ламповый усилитель. Так, и польский, кстати, тоже дико недорогой. Чуть ли он там тоже 100, ну, 140. Ну, короче, какие-то разумные деньги за такой здоровый ламповый усилитель. Но не об этом. Я о том, что лампы вот этим колонкам тоже показаны. Прямо они с лампой очень хорошо взаимодействуют. И как раз вот не заставляют усилитель перенапрягаться. То есть, они все-таки действительно легкие. И ты как бы всю эту ламповую красоту получаешь. При этом все-таки они не оттормаживают адски, как это бывает с более трудными в раскачке акустическими системами, когда ты врубаешь их с ламповым усилителем. Единственное, что неожиданно. NIME. Понимаете, NIME. Прекрасные английские усилители, транзисторные. Вот NIME сюда включать не надо. Знаете почему? Потому что NIME интересным свойством обладает, которое я давно заметил. Давно хотел об этом сказать. Вот сейчас повод. Они очень любят тяжелую нагрузку. То есть, вот для NIME нужны колонки, которые трудно вдуть, которых надо двигать, которых надо брать за грудки. Потому что NIME так сделан, чтобы он... И он это любит. Те же Tanoi, господи, там NIT. Вот эти вот самые вообще непробиваемые английские колонки. Вот с NIME'ом они просто распеваются. Когда ты включаешь их в суперлегкую акустику. Я помню, как-то я NIME включил в свои старые аудионоты. Колонки аудионоты, которых там 96, что ли, децибел, 47, что ли. Тоже такое. Это вообще невозможно слушать. То есть, его так корежит. Там просто... И здесь тоже. Нет, он нормально играет. Но ты сразу слышишь, что, ну блин, NIME должен гораздо круче играть. Почему нет? Потому что слишком легкая для него нагрузка. Так что вот NIME сюда не включайте. Но при этом это не говорит о том, что здесь не надо... Здесь как бы надо избегать каких-то серьезных мощных транзисторных усилителей. Anthem, понимаете? Совершенно сатанинский транзисторный мощнейший интегральник. Вообще они с ними просто... Ну и, собственно, о звуке. Вот действительно. Скорость и легкость. Мне очень нравится, как они играют. Потому что они... С одной стороны, вот весь диапазон очень открытый. Прям вот они. Они, кстати говоря, классные. Еще у них хорошая дисперсия. Опять же, там, благодаря вот этому вот рупарку. Точнее, не рупарку, простите, а волноводу. И вот этим вот... Как это называется правильно? Кстати, наверное, же тут как раз тоже надо применять слово диффузор. Потому что они как бы создают некую диффузию звука. Вот эти вот направляющие. Как-то они там фазово, значит, еще влияют на распространение звуковой волны. И в итоге Twitter играет очень широко. То есть их приятно слушать под разным углом. Плюс они дают благодаря этому такую широкую, большую звуковую картину. Ну, кстати, говорят, там не один его магнит и все такое. Учитывая, что это, опять же, не самая дорогая линейка в номенклатуре Триангла. Ну и вот эта вот открытость. Понимаете, вот они прямо дышат, как я люблю. У них хорошая микродинамика. Что еще приятное, что я люблю не перебор баса. Он собранный, очень четкий. Он есть, как бы там все хорошо. Он оформлен. Вот опять же, нету вот этого, знаешь, типа, когда ты включаешь большие напольные колонки. И там они начинают. А эти вот прямо вот очень ровный диапазон. На удивление. Есть немного теплоты. Есть немного теплоты. Не перебор. Они, конечно, не как тонной какой-нибудь. Но вот такая вот хорошая, приятная, ну как это, физиологически тебя настраивающая на какую-то легкую улыбку такая вот у них есть подача. Но еще что важно, да, они действительно вот эта вот скорость, атака, живость. Прямо ты слушаешь музыку и хочется прямо притопывать, притопывать. Блин. В итоге я бы сказал, что вот это вот перед вами такая абсолютная классика хай-фая, да, в образе акустической системы. То есть это классические колонки напольные, большие за 100 тысяч, что значит как бы какая-то разумная по нашим временам, прости господи, цена. То есть это действительно уже не самый начальный уровень, а это такой крепкий хай-фай, да, который ты можешь купить, я не знаю, 30-ваттный небольшой английский усилитель. Да блин, вот как бы тот же Project в классе D. И жить с ними. То есть это колонки, которые дают тебе звук, которые с одной стороны не утомляет, они там не яркие, не веские, не без какой-то вот нарочитости. При этом он всегда остается интересным, благодаря вот этой вот открытости, которую они обладают. И с ними, в общем, вот так вот раскупив за эти деньги колонки, вот как это и должно быть в классическом твердом хай-фае, раскупил и можно с ними жить всю оставшуюся жизнь. Нет, 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 нет. Это, конечно, друзья, не по-аудиофильски, этого я не говорил вам. Если вы вдруг оставите это на всю жизнь, то пообещайте мне хотя бы провода регулярно менять, ладно? Да, ребята, и прикиньте, гриль. Магнитный гриль, понимаешь? Вот, ап, и чистая лицевая панель красивая. Вот почему, объясните мне, в моих таноях за 450, блин, проклятые дыры и штыри, причем пластиковые. А в триангл за 100 магнитный гриль. Тьфу!